Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на канал! Я жду Лину. Сейчас она за мной приедет. И мы с ней поедем в магазин, наверное, скорее всего, в светофор. У меня закончились все моющие, порошки и так далее. Вот хотим с ней посмотреть, что там есть. Все, конечно, вам покажем, вас возьмем с собой. Поехали! На улице дождь, и всю ночь дождь слил. Сейчас идет, такой не сильный, но все равно копается. Зонечка, я не взяла Лину на машине. Не знаю, вот стою, думаю, идти ей навстречу или здесь под крышей подождать. Приветик! С Линой приехали в светофор. В основе здесь мебель появилась. Я не видела раньше. Лина! Привет! Я не вижу тебе я. Привет, привет! Приветик! Ты видишь, мебель здесь появилась? Угу. Мебель. Конечно. Мебель, не блю. Кольца и браслеты, шляпки и жакеты. Разве же я тебе не покупала. Обувница. Кровать Соломея, 8 тысяч. Мне кровать не нужен, а мне диван нужен. Хороший и недорогой. Вот такой столик, интересно, почем на кухне у меня. Наверное, столько же, 5 тысяч рублей. Непонятно, что это такое. Здрасте, Лен. Здрасте. В основном шкафчики, шкафчики, шкафчики. Обувница 4 тысячи. Лина, серьги примеряйте. Сейчас посмотрим. Угу. Симпатичные. Оля, а я пошла, такая пьянка, на Новый год выбирай, что-нибудь. Мне выбирать? Что делается? Что делается? Видите? Выбирай, говорит, себе что-нибудь на Новый год. Нет, Лина, спасибо, спасибо, спасибо. Лина пока еще примеряет. Другие там серьги, кольца. Другие серьги, кольца. Вот стол. Вот почем он, этот стол. Там он 5 тысяч. А здесь сколько? Так, стул кухонный 775. Вот он, друг, кому нужно. Стол кухонный 1629. Ребят, можешь мне взять, а? 1629. В соседнем зале столешница, конечно, поприличнее. Все, уже 5 тысяч. Журнальный, видимо. А, щипцы для завивки. А столик, да, столик журнальный 968. Вот такую рогатиную вешалку я хочу. Сколько вешалка стоит? О, котумба. Стеллаж 2123. Вот мне таких пару стеллажей нужно. Я хочу зонировать комнату, кровать отгородить. Пару штук как раз мне. Ой, давным-давно ведь хотела маленькую метелку и совочек. Но здесь длинные. А мне нужна маленькая. Там вот, например, с подоконника спахнуть на кухне. Так, порошок начался, ребят. Порошок 243. Гель для стирки. 3 литра. Вот, мне вот этот подходит. Для цветного. Против пятен. Гель для стирки плюс кондиционер. Смотрите, как выгодно. Даже кондиционер не надо покупать. Сейчас, наверное, пару штук возьму. Я люблю, когда у меня с запасом. Это тоже, значит, на выходе возьмем. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Гель-ополаскиватель, антисептик. Мне знаете, что нужно? Мне нужно детское мыло. Я его использую вместо геля для душа. И мне нужно мыло жидкое в ванную. У меня закончилось ванной жидкое мыло. В общем, так вот резко закончились все моющие средства. Не знаю, как так получилось. Кружка 65,80. Здесь, кстати, симпатичная кружечка. Симпатичная. Мне нравится. Много кружек. Набор бокалов. 6 штук. 323 рубля. Ребят, перед Новым годом. Шаром даром. Почти что так. 323. Смотрите, есть коньячные. И есть для вина. Для коньяка, для вина. Салатник. 123 рубля. 2 литра. Классный стеклянный салатник. Селедочку под шубой положить. Будет просвечивать прозрачная боковушка. Будет красиво смотреться. Селедка под шубой ярко. Вазочка для фруктов. 238. Здрасте. Кто-то со мной поздоровался. Не знаю кто. Чуть не узнал девушку с собачкой. Так. Вот. Мне вот эти белые салатники нравятся. Все смотрю на них. Были такие же тарелки. Тарелки уже, видимо, разобрали. Я не успела. Пока я думала, сомневалась. Пиалушки. Смотрите, какой салатник. А, нет, это не салатник. Это для выпекания, видимо. Сервировочная форма для запекания. То есть это испекли что-то, поставили на стол. Красиво будет смотреться. Прямо на столе из нее, пожалуйста, накладывайте. Вот 432. Точно такая же. Такая же фирма, но немножко другая форма. Поменьше она объемом. Стеклянные салатнички небольшие. На одного, на двоих. Термобокал. И сборы силикатного стекла. 192,90. Вот, пожалуйста, термобокал. У него двойное дно. Он вообще двойной. 200 рублей почти. Единственный недостаток, ребят, вот в таких магазинах помещения непроветриваемые. Они не открывают никаких окон. Кондиционера тоже здесь нет. Просто помещение не отапливается. И подразумевается, что там само по себе будет прохладно. Но у меня вот уже, например, жарко-душно. Ну, не то, что душно, жарко. Скорее, жарко. Так, сковородки. Сковородки, кстати, неплохие. 948 сковорода. ВОК. Нифига себе, ребят. ВОК 948. Что-то прям задаром. Я давным-давно ВОК хочу. Так что, если кто-нибудь надумает мне что-нибудь подарить на день рождения, например, то вот можно ВОК. Успей купить полотенце махровое 50 на 80. 92 рубля. Неужели 92 рубля? Вот такое полотенце. 50 на 80. 92 рубля. С шаром-даром почти что так. Так. 70 на 130, 215. Тоже неплохая цена. Вот оно. Кстати, я что-то тоже вот с годами поняла, что тонкое полотенце действительно лучше впитывает, чем толстое. А раньше все ценились толстые, махровые. 100% хлопок. 70 на 130. Вот это оно. 215. Вот я бы темные вот такие взяла. Пару штук. С золотыми... С золотой каемочкой. Влюдечка с золотой каемочкой. С той стороны еще есть полотенце. Ну и, соответственно, ценики с той стороны. 50 на 80. 130. Тоже, кстати, симпатичная. 50 на 80. Вот оно. 130 рублей. Вот такое можно было бы взять темное. И вот то темное серое. Они прям одинаковые по цвету, но они разные. Разные по форме. 277. Это 70 на 130. Жаккардовая. Но вот это тоже жаккардовая. Она такой поплотнее, как-то пожуще. Портьерная штора. Жаккард. Блэкаут. 795. 140 на 260. Вот две таких взять. И все. И у вас есть шторы. Ребята, слушайте, шторы вообще неплохие потрогала. Прям приятные на ощупь. Цвет мне понравился. Есть такие еще зеленые. Ой! Бордовые. Светло-розовые. Мне вот эти серые понравились. Две штучки взять и будет замечательно. С той стороны тоже такие же есть. Розовые мне, конечно, ни к чему. А вот эти серые прям замечательно бы у меня смотрелись. Простыня на резинке. 391 рубль. Плотность 130 грамм. Хлопок 100%. 140 на 160 на 200. Но мне маленькая будет. Моя кровать будет маленькая. Так, а здесь что? На матрасник защитный. 160 на 200. На резинке с двух сторон. Вот это бы мне подошло. Скорее всего. Надо разворачивать. Дома надо измерить как следует. Кровать, матрас. И потом только брать. Покрывало махровое. 771 рубль. Смотрите. 150 на 200. Вот летом укрываться вообще великолепно. 771 рубль. Узбекистан написано. Здорово. Вот еще одно вижу. Махровое покрывало. Летом укрываться. Кстати, подушку, которую мы с Линой здесь взяли, мне не понравилось. Но мне в любом случае нужна была подушка. Я иногда, когда ноги отекают, ноги вверх держу. Три подушки подкладываю. У меня были только две. Ну и та, на которую я сплю. Вот эту еще теперь подкладываю. Ну, здесь такие думки. 158 рублей. Сидушка на стол. А, это сидушка. Мне, кстати, сидушки нужны. Мне нужны две сидушки. Две сидушки. Ну, что-то розовые я не хочу. А серенькая только одна. Я в пятерке всегда беру печенье Марии, я вам показывала. Оно называется затяжное. Вот здесь тоже Мария, затяжное. Я не знаю, ферма, видимо, какая-то другая. Потому что упаковка совершенно другая. Но печенье похожее. Печенье я не взяла. У меня еще упаковка есть дома. Вот это затяжное Мария. Пончики. На пончики, конечно, это не похоже. Но выглядят печенюшки неплохо. Сдобные хлебобулочные изделия. Пончики. 158 рублей 600 грамм. Мед цветочный натуральный. Но, честно скажу, не верю я, что он натуральный. Тут я Лину не вижу. Так, видимо, она еще не пришла. Конфеты, печенье. Все, конечно, хочется. Но я прямо себя сдерживаю. Чтоб не брать ни конфеты, ни печенье. Дома печенье есть. Потому что, потому хватит лопать конфеты и печенье. Сейчас еще хочу Лину попросить в Победу заехать. Соскучилась по этой икорке своей. Там, кстати, тоже можно будет посмотреть орешки в Победе. Икра. Помните, ребят, я вам показывала трески. Икра трески. Есть печень трески, а это икра трески. Щетка со скребком. Вдруг кому надо для машины, для автомобиля, для стекла. 72,90. 73 рубля. Так, пошла я за порошком. Все, я вышла. Лину жду. Пришли с Линой в кондитерскую. Лена мне посоветовала. Леночка, привет. Работаем вместе. Сейчас хотим что-нибудь взять. И дома, наверное, чай попьем. Свежий хлеб написано на закваске из печи. Кондитерские изделия из натурального сырья. В наличии под заказ. Эспрессо, американо, капучино, латте. Горячий шоколад, чай. 75, 75, 95, 110, 150, 80. Простите, а десерты вы сами печете, да? Десерты сами они делают. Так же, как хлеб. Ребят, Бут взяла чаобату. Она, знаете, прям горячий еще. Хлеб чаобата итальянский. Как называется? Карпиков, что ли? Карпиков. Кейк-шоп. Ну, кейк это пирожное. Режим работы с 8 до 8, без обеда и выходных. Вот, смотрите, вот здесь светофор. За цумом. За цумом, да. И на углу, на углу десерты. Все, пойдем. С Линой, говорим, идет, и идет, и идет, и идет, и идет дождь, не переставая. Вот она, смотрите, да. Такая красивая чаобата. Пахнет очень вкусно. Ребят, мы с Линой вышли из Победы. Все, затоварились. Купили очень классные яблоки. Крупные такие, красные. Как всегда, моя любимая печень трески. Ой, печень трески, икра трески. Сейчас едем в кафе Радуга, который находится через дорогу от ресторана Ариада. Но все это уже в следующей серии. Пока-пока. Обнимаю вас. Всего самого доброго желаю вам. Пока. Пока.